В этом году 105 лет исполнилось со дня рождения Героя Советского Союза Николая Алексеевича Мусатова. В 1929-м его семья переехала в Воскресенск, где 18-летний Николай начал работать на строительстве Воскресенского химического комбината, на котором позже трудился электриком. Дальше судьба забрасывает его в Ейскую военную авиационную школу. Николай Алексеевич прошел всю войну и даже после победы службу в морской авиации не оставил. В 1946-м за умелое командование авиационным полком образцовое выполнение боевых задач на фронте ему присвоено звание Героя Советского Союза. Героев чтить, не забывать. Их имена хранить в бессмертных списках, об их отваге всем напоминать и класть цветы под ножьем обелисков. На открытии Музея боевой славы в 22-м лицее три года назад приезжала племянница Героя Надежда Мусатова. Фотография, на которой она изображена вместе с мамой, сестрой Николая Алексеевича, заняла свое почетное место среди экспонатов музея. В этот раз гостем встречи со школьниками стал племянник Николая Мусатова Василий Валерьевич. Достоверно известно, отстарожил, что когда в Анапе был сбит его товарищ, и он его забирал с воды, он еще утопил два немецких судна. И почему об этом умолчали? Потому что за это можно было получить по шапке. На встрече со школьниками Василий Валерьевич сообщил интересную деталь. Оказывается, одна из улиц на Дальнем Востоке названа в честь его дяди. И рассказал ученикам немного о своей жизни. На встрече школьники задавали гостям вопросы и высказывали свое мнение. После чего ребята выразили желание посетить могилу Николая Алексеевича Мусатова на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Ольга Елена, Сергей Емельянов, Воскресенские вести.